Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Рамина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Эпидемии нет, но врачи предупреждают в городе Менингит. Медики, к сожалению, при этой форме бессильны, потому что острейший менингококква сэпс. 15 случаев и 3 летальных исхода. Подробности у Амины Абдрахмановой. В Алматы уже пятые сутки ищут без вести пропавшего 4-летнего ребенка. О версиях следствия в материале Алтышаш Смогуловы. В Алматинской области жители собирают деньги на памятник Утигену Батыру. Однодневная заработная плата никому ущерба никакого не принесет. Мнение людей записала Жанна Хабдул-Хабар. Четвертый НПЗ в Казахстане. Канад Бузумбаев рассказал о будущей большой стройке. Заявление министра энергетики записал Анвар Шаликенов. И начнем выпуск с новостей Алматы. Бауржан Байбек поручил восстановить тротуары на улицах. В частности, речь идет о пешеходной дороге с восточной стороны Колдаякова. Между улицами Гоголя и Айтигеби. Там собственники здания организовали автомобильную парковку. Та же картина на углу улиц Абдулиных и Гоголя. На территории строящегося объекта. В отношении застройщика примут меры. Все работы по благоустройству участка с приоритетом для пешеходов строительная компания произведет за свой счет. В рамках текущего ремонта благоустроят участок улицы Гоголя от Колдаякова до Центрального парка культуры и отдыха. При этом все незаконные пристройки, затрудняющие движение пешеходов, демонтируют. Стоит отметить, что ранее эту улицу отремонтировали на участке от Колдаякова до Жильтокса. Двое взрослых и пятилетний ребенок скончались в Алматы от острой формы менингита. Заговорить об опасной болезни, о которой не вспоминали последние три года, врачей вынудил наплыв пациентов. На сегодня в больнице с симптомами менингита обратились 47 человек. В 15 случаях диагноз подтвердился. И большая часть из них – дети. Разговоры об опасной для человека болезни начались несколько дней назад с рассылки в социальных сетях. Сообщения обошли почти всех жителей мегаполиса. Развить слухи об эпидемии менингита врачи поспешили сегодня. Вспышки нет, все под контролем медиков. Но на сегодня в больницах Алматы зарегистрировано 47 обращений с подозрением на инфекцию. У 15 горожан предположения подтвердились. Причины распространения мы считаем цикличность. Во-первых, подъем заболеваемости всегда характерен раз в три года. Цикличность, сезонность. С февраля по май месяц всегда отмечается повышенная заболеваемость. И пять сезонов приходится именно февраль, марта, апрель, май. Но с учетом сейчас еще погодных условий, данный период, эпидемии, он продлился. Пока эпидемии все еще длится, в мегаполисе уже зарегистрировано три летального исхода. От быстрой формы менингита скончались двое взрослых и пятилетний ребенок. По словам медиков, за помощью больные обратились очень поздно. Уже во время инфекционно-токсичного шока. К сожалению, бывает такая молниеносная форма или фульминантное течение, которые медики, к сожалению, при этой форме бессильны. Потому что острейшими никакого высыпица, чего мы потеряли молодую девушку в нашей инфекционной больнице, несмотря на проводимые интенсивные мероприятия, лечебные мероприятия. Медики в один голос твердят, эпидемии нет и призывают не поднимать панику. В школах, детских садах и других учебных заведениях организованы специальные фильтры. Врачи рекомендуют в ближайшее время не посещать места массовых скоплений и следить за состоянием здоровья. При кашле, болях в горле и высокой температуре сразу же обращаться в больницу. К слову, специалисты уже обследовали свыше 600 человек из 715, контактировавших с больными. Среди них выявлен один носитель менингококковой инфекции. В данный момент у нас находится двое пациентов с диагнозом менингококцемия, с улучшением уже с реанимационного отделения, переведенной в профильное отделение. Также находятся у нас четверо пациентов, контактных по детскому садику, и также где ребенок находился там в местах скопления. Эти четверо детей также под наблюдением с признаками назофарингита. У них состояние стабильное. Опасная инфекция передается воздушно-капельным путем при тесном контакте с больным. Инкубационный период или еще, как говорят, время проявления симптомов от двух до десяти дней. Бывает и такое, что болезнь протекает без каких-либо проявлений. К слову, защитить себя от менингита можно с помощью специальной вакцины. Только вот за свой счет и в частной клинике. Стоит такая прививка свыше 20 тысяч тинге. Амина Абдрахманова, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы. Подробнее о вакцинации и о том, как уберечь от недуга себя и своих близких, предлагаю поговорить прямо сейчас. Из Астаны к эфиру присоединяется Салтанат Турсенбекова, представитель Минздрава. Итак, Салтанат Нургабыловна, добрый вечер. Скажите, а как протекает недуг и что можно предпринять в качестве профилактики? Здравствуйте, Рамина. Менингит – это острое заболевание, воспаление оболочек головного мозга. Обычно протекает с повышением, с высокой температурой, ригидностью мышц, цветобоязнью. И могут возникать при этом сыпь на теле у ребенка. Но какая профилактика? Профилактика – это в первую очередь надо проветрить помещение, потому что возбудитель менингита – это самое страшное заболевание, менингококковая инфекция. Возбудитель менингококковой инфекции очень чувствительный к свету и температуре. Поэтому часто проветрить помещение. Детям очень часто, не менее двух часов в день гулять на улице. При этом надо ограничивать себе посещение мест культурно-массовых мероприятий, таких как торгово-развлекательные центры, потому что там закрытое помещение и происходит накопление микробов. Повышать свой иммунитет, закаливаться организмом. А что насчет вакцинации? Со скольки лет можно прививать ребенка? Ну и самое главное, что делать при первых проявлениях симптомов менингита? Что бы рекомендуете казахстанцам? Рекомендации, это, конечно, в первую очередь, при возникновении симптомов менингита, таких, о которых я сказала, в первую очередь, ранние, надо обратиться в свое время за медицинской помощью. Одно из первых рекомендаций Миниздрава. А второе, вот менингит вызывается разными возбудителями. Среди них и пневмококковая инфекция, и гемофильная инфекция. И поэтому на сегодня у нас существует против этих микробов, этих заболеваний, существует вакцинация. Вакцинируются дети до одного года и в плановом порядке. Поэтому надо обязательно прививаться против этих инфекционных заболеваний, как пневмококковая инфекция и гемофильная инфекция типа В. Благодарю вас за информацию. И напомню, о профилактике менингита рассказала представитель Минздрава Салтанат Турсенбекова. И к другим новостям Алматы. Более ста полицейских вот уже пятые сутки ищут пропавшего ребенка. Четырехлетний Арсен Кумеков исчез в минувший четверг в микрорайоне Шан-Урак. Мои коллеги сегодня также приняли участие в поисках мальчика. Нервы у бабушки пропавшего без вести четырехлетнего Арсена Кумекова уже сдают. Оно и понятно. Ведь на поиски ребенка брошены все силы. Но результатов вот уже пятые сутки нет никаких. Полицейские уже обошли 26 тысяч домов и опросили около 18 тысяч местных жителей. Однако нет ни одной зацепки, в каком направлении искать дальше. Последний раз маленького Арсена видели вот здесь, в минувший четверг. Вот это дом, где он живет со своей мамой и тетей. А это тот самый двор, куда в тот день мальчика выпустили погулять самостоятельно. Арсен вместе с мамой живет в микрорайоне Шан-Урак. В тот день женщина была на работе. А за мальчиком присматривала ее родная сестра. Говорит, что отпустила его за ворота поиграть с местной детворой. Сама занималась домашним хозяйством и присматривала за ним из окна. В какой-то момент, рассказывает, отвлеклась. Я готовила и отправила за ним присмотреть его старшую сестру. Она зашла домой переодеться. Вышла, а Арсена уже нет. Это было около 6.30 с 7 вечера. Я тут же выбежала на улицу. Подумали, что к соседям зашел. Он никогда не уходил далеко. Поэтому и начали искать его вначале самостоятельно. Арсен очень общительный, но очень спокойный. Никогда никуда не уходил один. Столько детей здесь играли, но никто не заметил, куда он ушел. Есть только одна свидетельница. Говорит, что видела его плачущим возле магазина. Но почему-то не обратила внимания на него. Не подошла к нему. Самостоятельные поиски были тщетные. Поэтому родные в тот же день, уже около 10 вечера, написали заявление. Розыском ребенка сейчас занимается около 120 полицейских. Есть и волонтеры. Тщательно прочесывают местность, расспрашивают жители. Ориентировки направлены в приграничные районы и даже в ДВД областей. Версии похищения пока нет. Вы сами знаете, что сама такая местность, микроюна Шанрак. Там есть и лог, и трубы, теплотрассы и так далее. Поэтому в первую очередь обошли именно все такие злачные места. Те места, где мог малыш попасть в беду. Но, к счастью, пока еще не обнаружили его в таких злачных местах. Все же надеемся, что этот малыш находится у каких-то людей и будет найден уже в ближайшее время. Только в хорошее верят и родные малыша и надеются на помощь очевидцев. А полицейские продолжают розыск и говорят, что если Арсен не найдется завтра, то число поисковиков будет увеличено. Алтыншаш Смогулова, Осет Кунтакпаев, Канад Кигизбаев, телеканал Алматы. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Мы продолжаем. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 место в мире с конца. Рейтинг озвучил сам министр энергетики. Канад Базумбаев таким образом решил опровергнуть высказывания по поводу дороговизны нефтепродуктов в нашей стране. Какие еще заявления сделал глава Минэнерго в Мажелесе, расскажет Анвар Шаликенов. Добрый вечер, Анвар. Кому повезло еще больше, чем казахстанцам? Базумбаев озвучил. Рамина, приветствую вас. Да, страны, где цены на бензин куда скромнее, чем в Казахстане, Базумбаев все-таки озвучил. Я лишь добавлю, что если по стоимости бензина наша страна занимает 12 позицию с конца, то по дистопливу 14 место из 160 стран мира. В соседней России, например, АИ-92 стоит около 220 тенге. Тогда как у нас цена за литр колеблется в районе 160 тенге. Часто мы слышим, что у нас там самые дорогие нефтепродукты в мире. Вот я хочу показать рейтинг независимого агентства, которое ежемесячно дает свои данные, сравнивая 160 стран мира. По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию с конца, по дистопливу 14 место. То есть дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 странах мира. Дешевле нас только в такие страны, как Венесуэла, Иран, Кувейд и Туркменистан. Базумбаев также рассказал, что уже осенью Министерство энергетики определится с местом строительства 4-го НПЗ. Тогда же станет известно о мощности завода, объемах инвестиций и конкретных нефтепродуктах, которые начнет производить предприятие. Напомню, строительство 4-го нефтеперерабатывающего завода – одна из приоритетных задач, поставленных главой государства. В этом году завершится модернизация Шемкенского нефтеперерабатывающего завода. Общий объем переработки нефти в 2018 году увеличится более чем на 1 миллион тонн, по сравнению с прошлым годом составит 16 миллионов тонн. В целом налажен ежесуточный мониторинг по состоянию обеспеченности рынка, по остаткам на нефтебазах и объему импорта ГСМ. И еще немного о планах. Казахстан намерен к 2025 году добывать более 104 миллионов тонн нефти в год. Объем инвестиций в крупные проекты, которые позволят внести существенный вклад в экономический рост страны, в среднесрочном периоде составляет 1,5 миллиарда долларов. В секторе нефтедобычи драйверами роста остаются нефтегазовые проекты, как Тингиз, Карачаганак и Кашаган. В этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 миллионов тонн. Это наш предварительный прогноз, но такое ощущение, что будет немного больше. На Кашагане в 2019 году ожидается достижение уровня добычи 370 тысяч баррелей в сутки, а к 2024 году по проекту дальнейшего расширения ожидается увеличение добычи до 450 тысяч баррелей в сутки. Анвар, а что известно о строительстве газопровода СРРК? Министр упомянул? Рамина, да, уже в июле состоится торжественный старт строительства магистрального газопровода. Первый этап по маршруту Казалурда-Жизказган, Караганда-Тимиртау, Астана будет завершен до декабря 2019 года. Предварительно стоимость первого этапа составляет более 260 миллиардов тенге. Первый этап по своему маршруту должен охватить 171 населенный пункт. Таким образом, проект позволит нарастить темпы и в перспективе несет возможность полной газификации Республики Казахстан. В целом, по стране в результате проведенной газификации потребление товарного газа выросло на 53%. Но я лишь напомню, Акимат Астаны, кстати, уже выделил земельные участки, по которым пройдет ветка магистрального газопровода Сарарка. И уже в октябре эксперты обещают подготовить проектно-сметную документацию. Рамина официально Астана в понедельник запомнилась именно такой. Я вам передаю слово. Будем ждать от вас новостей. Анвар, благодарю. Это был Анвар Шаликенов из Астаны. У банка второго уровня появится еще одна возможность заработать. Оператор программы 7-20-25, ипотечная организация Баспана, будет выплачивать финансовым институтам вознаграждение за доверительное управление по жилищному кредиту. Заемщик при этом не понесет каких-либо расходов, связанных с выкупом ипотечных займов у банков. Что касается финансирования, то оно будет осуществляться за счет поэтапного выпуска и размещения облигаций на фондовом рынке среди неограниченного круга частных институциональных инвесторов. Привлеченные средства организация Баспана направит на выкуп у банков ипотечных займов, ранее выданных по программе 7-20-25. Средства на памятник Уитя Генбатыру собирают в Алматинской области. Первыми, говорят, клич поддержали и местные учителя. И действительно, педагоги сдали деньги. Только вот добровольно ли? Сам монумент, кстати, планируется возвести к 90-летию Ильисского района. За чей же счет? Расскажем далее. Вот такие переписки в чатах учителей поступили на WhatsApp номер нашей редакции. По словам преподавателей Ильисского района, каждого из них просили написать расписку, по которой они добровольно перечисляют средства на возведение памятника Уитя Генбатыру. В местном Акимате информацию подтвердили. Сам памятник будет строиться за счет средств жителей. И в принципе это правильно, потому что каждый житель должен вложить какую-то часть средств в строительство такого объекта. Это считается нормальной практикой во всем мире. Я думаю, однодневная заработная плата никому ущерба никакого не принесет. Этот постамент был установлен несколько недель назад при въезде в Ильисский райцентр. Информация на камне гласит о том, что именно здесь будет установлен памятник Уитя Генбатыру. Однако, как оказалось, несмотря на инициативу местных властей, расходы лягут на карманы учителей. А всего в Ильисском районе 48 школ. В каждой из них более 150 учителей. Средства перечисляются на счет, открытый общественным фондом. Сбор начался неделю назад. Несмотря на то, что чиновники уверяли, что процедура будет прозрачной, в Акимате никто так и не смог назвать сумму, собранную за 7 дней. Зато убедительно утверждают, деньги сдают на добровольной основе. Но списки проверяются. Я сама перечислю однодневную зарплату. После собрания со своим коллективом все 153 учителя нашей школы единогласно проголосовали за то, чтобы сдать деньги на памятник. Проверить по списку, кто сдал, а кто нет, легко. У нас централизованная бухгалтерия. К тому же я своим работникам доверяю. Действительно, разговоры о возведении монумента Батыру, защитившему казахскую землю от джунгарского нашествия, ведутся на протяжении 10 лет. Вот предварительные эскизы, как будет выглядеть памятник. Специалисты делятся планами. Вокруг обелиска будет целый парк со скамейками, деревьями, велодорожками. Площадь 4 гектара. Вдоль трассы уже трактор, ровняя землю, на месте будущего мемориала Утиген-Батыру установлен камень. Но если раньше говорили, что люди оплатят только часть задумки, то сейчас оказалось, что чиновники самого большого и богатого района все материальные проблемы решили переложить на карман жителей. Сам по себе эскизный проект есть на сегодняшний, как, что будет предварительно. Но, скорее всего, этот парк, наверное, не за счет бюджета, будет за счет общественности, за счет того, что народ, за счет общественности будет построен, не за счет бюджета. То есть не только памятник, но и полностью листок? Ну, предварительно парк, потому что мы физически не успеваем провести этот памятник, госзакупки и так далее. Деньги уже собирают, при том, что стоимость памятника и парка в целом неизвестна. Пока людей кормят призрачными силуэтами, якобы монумент будет высотой в 10 метров, а откроют его в сентябре на праздновании 90-летия района. Уже вечером преподаватели вновь прислали на нашу WhatsApp несколько сообщений. Теперь иного содержания учителям возвращают перечисленные деньги. Только что председатель комитета профсоюзов позвал всех учителей и вернул всем нам деньги, потому что появились другие люди, которые добровольно по своей инициативе сдали деньги на памятник. Получается, что учителя сдавали деньги, видимо, недобровольно. Так или иначе, дальнейшая судьба памятника Утиген-Батыру до сих пор остается неизвестной. Жанна Хабул-Хабаршич, Куралеев, телеканал Алматы. Около 500 сайгаков пыталась вывести из Кургалжинского заповедника группа иностранцев. Сами они представились учеными. А незаконный отлов объяснили заботой о популяции парнокопытных. Кургалжинский заповедник, граница Акмолинской и Карагандинской областей. Именно здесь большая численность бетпагдалинская особи сайгаков. Группа из иностранных ученых по виду граждан Китая пыталась перевести партию парнокопытных в Панфиловский район Алматинской области. Цель – дальнейшая популяция животных, говорят они. Однако инструкторы из комитета лесного хозяйства не верят иностранным ученым. Ведь именно сейчас, в конце мая, идет окот сайги, другими словами, период популяции. На руках у ученых нет соответствующих документов на проведение работ. Однако есть все снаряжения для отлова парнокопытных. В Комитете лесного хозяйства уже в Астане слова иностранных ученых подтвердили, мол, численность сайгаков и так маленькая. Вспомнили даже последний массовый падеж животных, который произошел в 2015 году. Разрешение сейчас, как такого, разрешение, они сейчас ждут, да, разрешения у них нету. Они, видимо, ведут там подготовительную работу, пока ждут разрешения. Но никакие работы они не проводят там по отлову. Выезд тем самым 500 сайгакам все-таки не разрешили, поэтому ученым пришлось сворачивать свой палаточный городок. Однако они могут вернуться в заповедник, если предоставят соответствующие документы. Анвар Шаликенов, Даурен Зарипов, телеканал Алматы из Карагандинской области. Фестиваль корейской культуры прошел в Алматы с участием ученых из КНДР, Южной Кореи, России и Австралии. Гости говорили о миротворческой политике Казахстана. В нашей стране проживают около 100 тысяч этнических корейцев. Из Южной Кореи прибыла делегация, 8 человек, это ученые, это артисты, а из Москвы прилетели дипломаты из посольства КНДР. А из Южной Кореи прибыла большая делегация, человек 70, из Министерства объединения, из Консультативного совета по объединению Кореи, из ряда городов, провинций, различные общественные организации, средства массовой информации, все люди, которые очень хотели побывать в нашей республике, в Казахстане. Веломотопробег состоялся в Алматы. Колонну возглавил именитый байкер Дмитрий Петрухин. Любители спорта состязались в рамках антикоррупционного марафона «Отдал жол. Честный путь». Стартовали участники с бизнес-центра Нур-Латау, а финишировали возле комплекса лыжных трамплинов, где насладились концертом и провели флешмоб. Такова информационная картина этого дня. Все наши новости вы найдете на сайте алматы.тв. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин